Подводим итоги уходящего лета и вспоминаем самые лучшие сериалы этого самого лета по версии Майл.ру. «Презумпция невиновности» — это криминально-детективная драма с Джейком Джелленхоллом. Сериал основан на одноименном романе Скотта Туроу. В центре сюжета Расти Сабич, он работает окружным прокурором в Чикаго. Несмотря на то, что у него есть жена, мужчина сближается и заводит тайный роман со своей коллегой Кэролин. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда в прокуратуру поступает дело об ужасающем убийстве Кэролин. И Расти поручают ее расследование. Пытаясь сохранить втайне специфику своих отношений с жертвой, чтобы спасти свой собственный брак, Расти только усугубляет положение и вскоре становится главным подозреваемым в этом убийстве. Далее у нас сериал «Юг» — это драмите режиссера Ивана Соснина с Ярославом Могильниковым в главной роли. Главный герой сериала — зажатый и скромный мальчик по имени Юг Кипень. Мама его умерла, отца он не знает, а воспитывала его бабушка. Когда Югу исполнилось 14, он случайно узнал, что все эти годы отец высылал для него и бабушки деньги. Чтобы познакомиться с папой, Юг отправляется в длинное увлекательное путешествие. Навещая потенциальных отцов, мальчик побывает в самых красивых уголках России, найдет новых друзей и сможет справиться с одолевающими его фобиями. Ну а теперь пришло время поговорить про сериал «Бандиты во времени». Это многосерийный ремейк от доименного фильма «Терри Гиллиама», выпущенного в 1981-м. 11-летний ботаник и большой любитель истории Кевин обнаруживает в своей спальне портал, позволяющий путешествовать во времени. Вместе с разношерстной бандой охотников за сокровищами он отправляется в путешествия по разным эпохам и становится свидетелем самых разных исторических событий. Сериал «Женщина в озере» снят по одноименному бестселлеру американской журналистки «Балтимор Сан» и писательнице Лауры Липман. Главную роль в сериале исполнила Наталья Портман. Действие этого проекта разворачивается в городе Балтимор в 1966 году. Домохозяйка Мэдди Шварц расстается с мужем после 20 лет брака, ищет работу и планирует реализовать давние мечты – стать журналисткой. Мэдди устраивается стажером в газету «Стар» и вскоре ей выпадает возможность проявить себя. Полиция находит тело 26-летней темнокожей женщины Клео Шервот, которую убили полгода тому назад. Это преступление мало кого волнует, но Шварц видит в этом деле идеальную историю для газеты и берется за собственное расследование. Сериал «Плохая обезьяна» снят по одноименному роману американского писателя Карла Хайнсона. Эндрю Янси – бывший детектив из Южной Флориды, которого понизили до санитарного инспектора. Он также рьяный защитник природы и ведет непримиримую войну застройщиком Эваном Шуком, который купил землю и готовится возвести огромный особняк на уединенном мысе Биг Пайн Ки рядом с домом Янси. Однажды турист, приехавший в эти места на рыбалку, находит отрубленную руку. Это событие погружает Янси в мир жадности и коррупции, из-за которых гибнет природа во Флориде и на Багамских островах. Сериал «Стать Карлом Лагерфельдом» основан на книге Рафаэль Баке «Кайзер Карл». Биографическая драма о жизни и профессиональном пути дизайнера, модельера и фотографа Карла Лагерфельда. Данный сериал рассказывает о событиях 70-х и 80-х годов прошлого века, когда Лагерфельд стал преемником Коко Шанель и возглавил основанный ею модный дом, а также о соперничестве Лагерфельда с основателем бренда «Вэйв Сайнд Лоуренд» Пьером Боже и отношениях с Жаком де Бошером, который также был близок с Ивом Сен-Лораном. В произношении фамилий мог немного ошибиться, не обессудьте. Теперь же поговорим про сериал «Обреченный на славу», который снят по одноименному роману американского писателя Дэниэля Прата Мэникса. События этого проекта разворачиваются в Древнем Риме в 79-м году н.э. Дрехлеющий римский император Веспасиан чувствует, что скоро умрет. Претендентов на трон двое. Храбрый завоеватель Тит Флавий и коварный интриган Домициан. В это время знатия строит вокруг трона свои заговоры, а плебса голодает и близок к тому, чтобы устроить бунт. Дабы усмирить народ, правитель решает представить ему колоссальное зрелище, гладиаторские бои и гонки на колесницах. Масштабный исторический сериал рассказывает об этом жестоком и коррумпированном мире, где делаются ставки на человеческую жизнь. Представители всех слоев римского общества соединяются в точки, где пересекаются и спорт, и политика, ну и, конечно же, могущественные династии империи. Русский сериал на автомате – это криминальная комедия Бориса Акопова со звездным актерским составом, отмеченном премией гильдии кастинг-директоров в рамках фестиваля контент-онлайн-платформ «Оригинал Плюс». Рома и Женя, живущие в небольшом провинциальном городке, проваливаются в полуразвалившийся гараж и натыкаются на ящики с оружием. Ребята надеются быстро и легко сбыть найденное и заработать денег. Но эта находка запускает целую цепочку связанных друг с другом событий, участниками которых становятся не только Рома и Женя, но и многие другие местные жители, среди которых невезучий полицейский по фамилии Басов, его дочка-модный блогер, корыстный работник ломбарда Альберт и даже мать-одиночка Светлана. Ну а этот сериал можно назвать, я думаю, самым откровенным проектом этого года. И речь, конечно же, о русском сериале «Чистая». Действие сериала разворачивается в 1903 году. Главные героини Стеша и Ксения, обитательницы подпольного дома терпимости, который содержит благообразное с виду, но поистине безжалостное, к своим подопечным матушка. Несмотря на особую репутацию и искушенность в любовных делах, эти девушки сохраняют чистоту души и волю к свободе, что и позволит им изменить свою жизнь. Ну и, конечно, хит сезона. Это сериал «Убойный отпуск», комедия с Анной Михалковой, Александром Робоком и Любовью Аксеновой в главных ролях. По сюжету, Люба и Рома уж очень давно в браке. Они устали друг от друга и оказались на грани развода. Пытаясь примирить родителей, вернуть семью, любовь и нежность, их беременная дочь Наташа и зять Степан покупают о Любе и Роме дорогой тур в пятизвездочный отель в Турции. Ради дочери герои соглашаются поехать, но на приятный отдых и восстановление отношений, конечно же, не рассчитывают. Еще в самолете супруги ссорятся, а едва прибыв в отель, Люба начинает флиртовать с турком Эмином. В расстроенных чувствах женщина напивается, а утром просыпается в одной постели с трупом. А какой из проектов запомнился вам? Напишите в комментариях и спасибо, что смотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова